Тайны тела Под большим увеличением Стоит посмотреть на эти когти, как все начинает чесаться Представьте, как эти существа бегают у вас в штанах Но лобковые вши не самое опасное, чем можно заболеть от любви Когда узнаешь, что заразился от партнера, возникает очень сильный гнев и даже презрение Один из моих первых партнеров оставил мне не только воспоминания Я была вся в волдырях, это было ужасно В самом худшем случае у меня найдут много инфекций Да, это будет плохо Каждый десятый житель Британии заражен половыми инфекциями И это число растет А вы знаете, с чем вам приходится делить постель? Болезни от любви В 1990 году, к 40 годам, у человека было в среднем 6 половых партнеров Сейчас, в этом же возрасте, партнеров может быть 10 и больше Это значит, что у нас больше шансов чем-нибудь заразиться Особенно, если не использовать презервативы Если честно, они совсем не сексуальны, правда? Да, они... Их надо доставать из пачки, надевать Это так неудобно Люси и Чет, как многие пары, не любят презервативы Но что они скажут, когда попробуют новый продукт на этом рынке? Но сначала познакомьтесь с Джули Она страдает от последствий одной ночи любви уже 3 года Мы провели вместе прекрасный вечер, поужинали и, конечно, занимались сексом Когда я потом пошла в туалет, я почувствовала зуд, но волноваться не стала Я решила, что это молочница Джули заразилась герпесом Этот вирус действует быстро На следующее утро я пошла в душ, посмотрела вниз и закричала У меня везде были белые пятна и волдыри Я не знала, что мне делать Эти волдыри гноились Я каждый вечер засыпала в слезах Я же не проститутка, я не сплю со всеми подряд За что мне такое? Если вы заразились вирусом герпеса, он останется с вами навсегда Когда мне сказали, что это неизлечимо, я решила, что больше никогда не смогу ни с кем спать Кто согласится иметь отношение с женщиной, у которой герпес? А если расстанусь с партнером, он может рассказать все своим друзьям, а те, моим Так все узнают, что у меня герпес Вирус герпеса поражает и мужчин, и женщин Он попадает в организм через поврежденную кожу и слизистую оболочку половых органов Оказавшись в клетке слизистой, вирус начинает размножаться, уничтожая структуру клетки Это вызывает волдыри, сжение и боль По нервным волокнам вирус попадает в нервный узел, внизу позвоночника И остается там на всю жизнь Вирус герпеса может активироваться при наличии стресса и заболеваний Иногда он перемещается по нервным волокнам, и волдыри могут появиться в новых местах Например, на ягодицах или бедрах Вы думаете, что вас это не касается? А вы уверены? Каждый год три четверти миллиона британцев получают диагноз «половая инфекция» Чаще всего встречаются хламидиоз и гонорея С 96-го года заболеваемость ими удвоилась Джейсон – обычный парень Но недавно у него начались проблемы И он решил обратиться к врачу Когда я хожу в туалет, я чувствую жжение Возможно, у меня хламидиоз Но я этого не узнаю, пока не сделаю анализы Результаты анализов Джейсон получит через две недели Пока врач сказал ему принимать антибиотики Меня не очень волнует то, что это «половая инфекция» Я хочу ее вылечить А если анализы обнаружат что-то еще, вылечить и это тоже Я хочу быть уверен, что совершенно здоров Тогда я смогу спокойно жить дальше Обычно я играю лучше Трава была слишком высокая Джейсон не единственный, кто не предохранялся Даже Мэтью и его коллеги не идеальны Я думаю, каждый третий из нас занимался опасным сексом Не использовал презервативы Мы можем понять людей, которые так делают Люди иногда выходят из себя и делают глупости Мы все совершали ошибки и поступали глупо Иногда мы забывали о безопасном сексе В прошлом году почти три четверти людей Младше 35 лет имели секс без презервативов И это несмотря на то, что сейчас достать их легко Есть обычные презервативы Есть особо прочные, ароматизированные Увеличенных и уменьшенных размеров Некоторые мужчины говорят, что им нужны большие презервативы Но мы их осматривали и знаем, что это вовсе не так Те, кто пользуются презервативами, жалуются на уменьшение чувствительности Слой латекса не позволяет вам чувствовать партнера Но полиуретан прочнее латекса А значит, презервативы из него могут быть тоньше Теоретически это увеличит чувствительность Есть полиуретановые презервативы для мужчин и для женщин Действительно ли они так хороши? Ты готов? Да Я думаю, мне было бы приятнее, если бы ты его не надевал Согласен Но когда ты кого-то не знаешь или считаешь подозрительным Выхода нет Да? А зачем тебе спать с подозрительными людьми? Правда, не надо так делать Возможно, вас не удивляет то, что по лицу нельзя определить наличие инфекции А что, если смотреть на половые органы партнера? Но они могут выглядеть нормально даже при инфекции Инфекции, передающиеся половым путем, не всегда сопровождаются симптомами Гонорея может протекать без симптомов, особенно у женщин Иногда поражены только горло или анус Хламидиоз протекает без симптомов и у половины больных Неспецифический уретрит, сифилис и даже ВИЧ могут ничем себя не проявлять Тоже относятся к герпесу, бородавкам и так далее Шесть видов половых инфекций могут протекать бессимптомно Иногда Мэтью и его коллегам приходится искать бывших партнеров своих пациентов Очень важно сообщать им о возможном заражении Люди часто не знают, что они больны Мы сможем остановить распространение половых инфекций, только выявив всех зараженных Джейсон не очень хотел говорить со своей девушкой и выяснять, откуда пришла инфекция Я вернулся из отпуска и сказал ей Врач считает, что у меня половая инфекция Это был не очень дипломатичный способ начать разговор Моя девушка решила, что я ее обвиняю, раз я заговорил об этом Я постарался ее успокоить и сказал, дело не в этом Я просто знаю, что у меня инфекция, возможно, она есть и у тебя С тобой все в порядке? Симптомов у нее нет Мой вопрос ничего не прояснил При подозрении на хламидиоз женщинам нужно обследоваться Для мужчин эта инфекция просто неприятна, а для женщин опасна Мне было 17, я родила первого ребенка У меня появились странные симптомы Кровотечения, выделения, боли в боку В основном ноющие Врач сказал, что это бывает после родов Моему организму надо восстановиться после беременности И я не стала волноваться Прошло больше года, и врачи поняли, у Трейси хламидиоз Болезнь успела нанести ей вред Самое страшное, что сказали врачи Неизвестно, смогу ли я теперь рожать детей Если хламидиоз не лечить, он приводит к повреждениям женских детородных органов Если инфекция поднимается до фаллопиевых труб, это грозит двумя вещами Выстилающие трубу ворсинки направляют яйцеклетку и сперматозоиды друг к другу А потом помогают яйцу подняться в матку Эти ворсинки могут склеиться При дальнейшем развитии болезни стенки фаллопиевых труб воспаляются И трубы теряют проходимость В результате возникает внематочная беременность, когда зародыш развивается вне матки Он редко выживает Можешь взять что-нибудь к чаю Милли ела печенье, когда пришла домой из школы У Трейси было три внематочных беременности Второй ребенок, сын, родился только через 7 лет Третий ребенок, дочь, родилась путем экстракорпорального оплодотворения После заражения хламидиями у меня было 5 беременностей Но 3 из них оказались внематочными Я смогла родить 2 детей, я потеряла 3 Причина половины всех внематочных беременностей и пятой части случаев бесплодия Запущенный хламидиоз Трейси не думала, что может заразиться половой инфекцией У нее был всего один половой партнер Оказалось, что он спал с кем-то, когда я была беременна Мы расстались, когда мне был 21 год После этого я долго не могла прийти в себя Я очень злилась на такую несправедливость, чем я это заслужила Что я сделала не так в своей жизни Часто дело не только в инфекции Люди узнают, что партнер изменял им Или сами вынуждены признаться ему, что изменяли Приходится иметь дело и с эмоциональными проблемами Неверность встречается чаще, чем многим хотелось бы думать Один из 10 людей в прошлом году имел одновременно как минимум двух партнеров Медицинских работников, таких как Мэтью, это не удивляет Когда моим партнером был Джоэл Я не удивился бы, если бы он признался мне в неверности Я не расстался бы с ним из-за этого Очень трудно хранить верность одному партнеру Везде есть сексуальные стимулы И многие люди хотят им следовать Трудно сосредоточиться на одном человеке Я не согласен На работе вы имеете дело только с людьми У которых половые инфекции И начинаете считать, что так бывает со всеми На каждого человека, который сидит у нас в приемной Приходится 10 таких, которые делали то же самое и ничем не заболели Или думают, что не заболели Никогда не доверяйте партнеру Если доверять ему на 100%, вас может ждать неприятный сюрприз А сейчас мы будем пробовать Презервативы со смазкой Они без латекса и должны дать естественные ощущения Самое главное, что они не из латекса В них ты чувствуешь себя естественно И при этом получаешь необходимую защиту Это хорошо Мы используем презервативы при первом половом контакте И анальном сексе А при оральном сексе? Иногда люди меня удивляют Они приходят в клинику и вначале не верят Что можно заразиться при оральном сексе Я никогда об этом не слышал Что можно заразиться через рот? Удивительно Люди просто этого не знают Они считают, что быстрыми нет В туалете ночного клуба это безопасно Что они потом не заразят жену или партнера Инфекции хорошо передаются при оральном сексе Гонорея, хламидии Да что угодно можно получить и передать таким образом Это будет немного неприятно Бактерии и вирусы могут жить в любой слизистой оболочке Включая горло Но заразиться при оральном сексе с мужчиной легче, чем с женщиной Однажды утром я проснулась и поняла, что все могло быть гораздо хуже Я могла заболеть спидом или еще чем-нибудь ужасным Но ничего такого не случилось Каждый 12-й житель Британии заражен генитальным герпесом Как и Джули, все говорят, что со временем симптомы становятся слабее Обострение у Джули бывает несколько раз в год Первые несколько раз мне все время хотелось чесаться Я думала, что сойду с ума Но сейчас все это в прошлом Я могу почувствовать зуд или жжение Но не обращаю на это внимания Я просто перестала думать об этом все время Часто я забываю, что у меня есть герпес Сейчас у меня есть парень Он такой хороший И он все понимает Неплохо Да, просто отлично Да Они такие тонкие Мне даже казалось, что ты вообще ничего не надел Это было здорово Но тебе тоже надо кое-что попробовать Мужской полиуретановый презерватив оправдал ожидания А как будет с женским? Я не очень хочу его пробовать Не думаю, что это мне понравится О боже Похоже, ей не понравилось Какая гадость Это просто ужасно Мне кажется, что я просто сунула внутрь бумажный пакет Ты слышишь? Слышишь, как он шуршит? Я хочу побыстрее вытащить его Так что выключай записи Давай займемся делом Сегодня Джейсон получит результаты анализа Он узнает, есть ли у него хламидиоз А также другие половые инфекции Сегодня я получу результаты всех анализов Конечно, больше всего я волнуюсь насчет анализа на СПИД Я сделал его на всякий случай Береженого Бог бережет Сегодня я волнуюсь сильнее, чем в эти две недели Если честно, я хочу скорее получить результаты Номер 03М1066 Здравствуйте Здравствуйте Ну, как твои дела? Антибиотики вылечили хламидиоз И остальные анализы тоже в порядке Джейсон сообщит своей девушке хорошую новость Ты хочешь услышать все, 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 все? Да нет, все в порядке У меня не нашли никаких инфекций Если я решу сменить партнершу Я думаю, я пройду еще одно обследование И уговорю ее сделать то же самое Надо вылечить инфекции Если они есть, прежде чем отказываться от презервативов С тех пор, как я работаю в этой клинике Я регулярно сдаю анализы Я состою в долговременных отношениях Но мы с партнером каждый год проверяем здоровье Хорошо, что с тобой все в порядке Да, очень хорошо Регулярно бывать у врача действительно важно Даже при использовании презерватива Гениталии соприкасаются И есть небольшой риск заразиться Например, бородавками или герпесом Или получить вот такой подарок Паразитов, например, лобковых в шее Посмотрите на этот препарат Давайте я его подвину Это взрослая особь в ши И вы... Она мертвая? Конечно Она лежит между стеклами Хорошо Видите, на задней паре конечностей у нее когти Точнее, клешни Ну да Они хорошо приспособлены для хватания за толстые волосы человека Волосы на теле В подмышках, на лобке, на груди и так далее Толще, чем волосы на голове Клешня легко держится за эти волосы Видите, вошь как бы распласталась Так легче перебираться с волоса на волос Это немного напоминает мне орангутана А я представил себе другое Насекомое тарзан, которое прыгает по лианам Точно Из наших волос Да, они похожи на джунгли Таких паразитов можно обнаружить между ягодицами, на груди и даже в усах Какой ужас Даже в усах? В таком случае необходимо обработать тело от шеи до пальцев ног Возможно, стоит также посоветовать обработать и голову Если у вас возникает зуд, возможно, вас кусает паразит Вши питаются не частицами кожи, а кровью Они прокусывают кожу насквозь Ясно, замечательно Слушайте, мне кажется, у меня уже все чешется Это было... Ужасно Да, мне не понравилось С таким же успехом можно было использовать пакет из магазина Сейнсбери или Теска А если захотелось чего-то необычного, можно взять... Маркс и Спенсер Да, пакет из Вейтроуз или Маркс и Спенсер А Джейсон решил отпраздновать новость по-мужски У меня все чисто Здорово За тебя Я думаю, ты узнал много нового Да За эти две недели мне пришлось кое-что понять Это очень важно Да Получить инфекцию легко Знаешь, как это бывает Можно немного выпить, расслабиться, понимаешь? Потом тебе станет лень, ты не захочешь прерываться и займешься сексом без презерватива И все, ты заразился А уж ничего не поделаешь Надо думать, что делаешь Производство BBC3 Фильм озвучен объединением русских дубляжей